Наш дорогой учитель Чубакаджи, мы все вас глубоко уважаем. Я с любовью слушаю ваши эфиры, часто со слезами на глазах. В данный момент нахожусь в Москве. Сегодня я проспал утренний намаз и видел вас во сне. Вы ругали меня. Ты стал слишком бессильным, разве так можно, говорили вы. Я проснулся и увидел, что начало расцветать. Вала Аллаху, вы даже во сне наставляете меня, чтобы я не пропускал намаз. Я расплакался от благодарности и сделал за вас дуа. Пусть будет доволен вами Аллах. Пусть Аллах одарит вас благами, уважаемый брат. Спасибо вам за то, что не забываете нас в своих молитвах. Очень приятно осознавать, что наши уроки не проходят зря и дают такой результат. Пусть Аллах ведет вас правильным путем, а вы не забывайте нас в своих молитвах. Да будет ваш сон во благо. Я хотел рассказать вам сон, который приснился мне полтора года назад. Тогда я работал в России и не пропуская, смотрел все ваши лекции по интернету. Но не применял их в жизни. Однажды мне приснилось, что вы привели меня в мечеть, а затем мы вышли оттуда вместе и пошли еще куда-то. С того момента я начал думать о загрубной жизни и делать пятикратный намаз, и теперь его не пропускаю. Наверное, тот сон был знаком свыше, как вы считаете. Пусть будет доволен вами Аллах. Альхамдулиллах. Но вы слишком хорошего мнения обо мне. Безмерная благодарность Аллаху, что грехи не пахнут. Если бы грех источал зловоние, я был бы самым вонючим из людей. Вала Аллаху, что дал мне возможность говорить перед вами. Благодаря милости Всевышнего люди думают хорошо обо мне, поэтому видят во сне. Если через слова и наставления одного человека, второй приходит к вере, это самое лучшее, что может случиться на земле. Ассаляму алейкум, хаджи. Год назад я видел вас во сне. А сегодня я привел брата, который впервые совершил намаз. Прошу вас, сделайте за нас дуа. Иншаллах, сделаем дуа, свяжемся с вами. Теперь надо отпраздновать увиденный сон, тем более, если я вам приснился. Позавчера я думал о том, чтобы попросить вас сделать за меня дуа. И сегодня во сне увидел, как вы делаете дуа за меня. Сейчас звоню к вам с этой просьбой. Только Аллах знает, чьи дуа принимать, а чьи нет. А что бы вы хотели попросить в дуа? Хвала Аллаху, у меня все хорошо, просто хотел дуа именно от вас. Могли бы вы его сделать во время ифтары? Сделаем дуа и во время ифтары и сейчас. О Аллах, ты знаешь, что я твой грешный раб, и поэтому вряд ли ты примешь мою дуа. Но я надеюсь на твою милость и прощение, ты принимающий и прощающий. Мы бессильны перед твоей волей. Твои рабы надеются, что ты примешь мои дуа, поэтому смиренно прошу у тебя за твоих рабов. Накорми голодающих и сделай своих богатых рабов милосердными. Дай долгих лет жизни родителям и не оставь детей сиротами. Прошу мира и спокойствия для нашего государства и справедливости правителям. Дай нашему народу пережить эту пандемию, и озари светом имана сердца людей. Помоги братьям из Узбекистана, которые страдают от взрыва дамбы, помоги и объедини всех мусульман. Ты не даешь ношу, которую мы не сможем вынести, поэтому прошу, прими наши дуа.